В Чувашии, так же как и в целом, по стране отмечается снижение рождаемости. Тем ценнее становится жизнь каждого малыша. В президентском перинатальном центре уже многие годы работает школа материнства. О рецептах воспитания здорового ребенка с первых дней в следующем сюжете. Кабинеты, где проходят занятия, сплошное наглядное пособие. Современное оборудование для проведения интерактивных уроков. В качестве учителей высоко квалифицированные специалисты. Младенческий организм особенный, поэтому будущим мамам важно знать все до нюансов. Педиатры, как и в старые добрые времена, настаивают на необходимости грудного вскармливания. Приводят многочисленные примеры из науки и жизни. Прогулки, купания, закаливания. Все по расписанию по минутам. Выстроенный режим дня помогает вырастить здорового ребенка. Отдельная тема – детский травматизм. Ответственность на них очень большая. А доношенные дети подвергаются риску только потому, что родители не выполняют вот эти простые правила. В первую очередь нужно правильно кормить малыша, не спать с ним в одной кровати. Укладывать его правильно после кормления в отдельную детскую кроватку, чтобы он мог спокойно спать и не подвергаться такому риску. Не ставить кроватки рядом с отопительными приборами, рядом с окнами. Всегда держите своего малыша в поле зрения. Лучше быть вместе с малышом, лучше посвятить первый год, очень важный год жизни своего малышу, охранять его, потому что именно в ваших руках состояние здоровья наших малышей. Простые вроде бы правила, но как часто молодые мамы их не соблюдают. Советы и помощь специалистов никогда не бывают лишними. Несмотря на то, что у меня уже второй малыш, поддержка педиатров очень важна для меня. И очень всегда помогают, советуют. Кстати, программа занятий школы материнства рассчитана всего на несколько недель, а приобретенный опыт остается на всю жизнь.